Так. Я хочу понять, как работает прямой эфир. Как работает прямой эфир. Кажется, я поняла. Так. Так. Кажется, я вижу. Так, так, так. Мы ждём Стаса. Мы ждём Стаса. Всем ретро-привет, кстати. Не знаю, как работает, конечно. Я вижу тебя, моя сладкая. Женечка, здравствуй. Главное, чтобы ты меня слышала, ты знаешь. Главное, чтобы ты меня слышала. Да, но будущее я пока не вижу. Будущее я пока не вижу, оно такое туманное. Я вот вижу контур помады свой вот неровный. Ой, спасибо, сладкая. Спасибо. Сейчас мы ждём нашего первого гостя. Ой, я по тебе тоже соскучилась. Да, я думаю, что потом... Боже мой, мой гость не может присоединиться. Мой гость не может присоединиться. Это ужасно. Так, ещё раз. Ещё раз мы его добавим. Да, я сейчас... Сейчас здесь будет... Стас, привет! Добрый-добрый вечер. Ты меня слышишь, хорошо? Да, конечно. О, шикарно. А где твои усы? Подожди, я даже очки сниму. Где усы? Куда ты... Всё сбрели. Слушай, тебе усы очень... В самом деле. Носи их почаще. Вот, ты первый герой моей рубрики личной. Вот, я решила тебя первым... Ты первый герой моей рубрики, потому что мы с тобой законнектились довольно недавно, в Инстаграме подписались друг на друга. И мне стала интересна твоя работа, потому что ты парикмахер-стилист, как я понимаю. Ты меня слышишь? Меня слышно, хорошо? Не прерывается связь? Стас, ты меня слышишь, хорошо? Вот сейчас хорошо. О, вот, отлично. А до этого ты тоже. Да, расскажи немного о себе. Для наших зрителей, которые присоединятся. Ну, стригу я уже в своей профессии больше 10 лет, почти 11. Вот, к этому я пришёл со стечением обстоятельств. Весьма так. Всё сложилось, в общем, звёзды сошлись. Именно на этом. Поэтому я сюда попал, когда я захватил это надолго. Как хобби сказать? Хобби — это вся моя работа. В общем, что ты говоришь, что хобби в конечном итоге становится профессией, и так оно и получилось. А, учился ты на другую профессию, да? Так, всё произошло. А? Ты учился на другую профессию, на другой профиль? Да, и неоднократно. То есть у меня два неоконченных, высших. Сначала в одну стезю пошёл, понял, что мне это не понравилось, пошёл на другую. Там тоже я в конечном итоге понял, что не моё. И искал, 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 искал. То есть много кем себя видел, но больше, чем на полгода не задерживался. Понятно. Интерес пропадал быстро. Хорошо, что ты нашёл свою стезю, свой потом. Скажи, пожалуйста, как сейчас у тебя дела на карантине? Вот сегодня продлили вроде до 12 мая в Петербурге. Как ты держишься в этот период? Ну как? Стиснув зубы, держимся. Ждём, когда, значит, это всё, вот блокаду вот эту, всё салону. Надеюсь, у нас одними из первых разрешат работать. Соответственно, руки чешутся уже. А с аренды ты снимаешь помещение? Так, с арендой нам краску отправляем. У меня вот клиенты пишут, которые говорят, ну вот хочу покраситься. Я говорю, ну я могу тебе рецепт написать, и краситель там, ну, нужно будет, рецепт выдавлю в стаканчике, как бы оксид, всё отдельно. Как только приводят, клиент сам размешивает быстренько и тонирует, то есть восстанавливает всё. Такие варианты, да, мы как бы делаем. Ага, ну, то есть это хоть какая-то идёт такая жизнь. Поддержать. Да? Ага. Так, ну, давай тогда поговорим с тобой предметно уже. Вот недавно мем пошёл такой, типа, как не выходить на улицу, нужно постичь себе чёлку, типа, самому, и, в общем, дома. Чего нельзя делать с волосами на карантине? Вот что нельзя делать? Чёлку, если хочется пострижь чёлку, но прям вот вообще надо, да? Но что бы хотелось сказать, не оттягивать руками, потому что я посмотрел очень много роликов, там, где вот фейлы со стрижками, и все почему-то вот начинают тянуть прядку и отстригать. Стригите. Если уж прям вот так вот хочется пострижь, то можно на влажные, можно на сухие, но при этом, чтобы она была в свободном падении, в этом случае она ляжет так, как она ляжет, и не горизонтальными срезами, а более под 45 градусов, то есть вертикальными. Тогда можно рваненькую сделать хорошо, в естественном падении, будет классно лежать. Я, если что, себя конспектирую сегодня, у меня ручка с собой. Вот. Чего ещё нельзя делать? Домашним приходим. Горячей водой не мыть волосы, потому что они сушаются. Не мыть горячей водой. Наносят многие. Прямо этого делать тоже нельзя. Так, ещё раз. Вы потеряете весь объём. На корни смысла нельзя наносить? Бальзам. Да, бальзам наносится только на последнюю треть волос. Грубо говоря, на кончике. Слушай, а вот ещё есть такая тема, что якобы если мыть реже голову, вот она будет у тебя дольше чистой оставаться, то есть волосы якобы кожа головы привыкнет к этому. Это правда или неправда? Да, это правда. Чем чаще мы очищаем сальные железы, которые вырабатывают эпидермический слой, тем быстрее и сильнее они начинают работать. Соответственно, если мы каждый день голову моем, они привыкают к этому и там буквально через 2-3 часа начинают активно вырабатывать эпидермический защитный слой, из-за чего голова жирнится. Чтобы это переучить, ну, где-то недельки-две потребуется, конечно. То есть самый оптимальный способ мыть через день. Но если как бы привычка остается такой, то что каждый день голову именно мыть, то, допустим, понедельник помыли очищающим шампунем, либо каким-то для окрашенных, на второй день просто водой можно это ополоснуть, вот, не какими-то химическими средствами вычищаете железы. Ну вот, и вот на среду уже опять можно шампунем. В этом случае дольше будет чистота головы, чище будут волосы. Слушай, скажи, пожалуйста, а есть какие-то, не знаю, такой стоп-лист для масок? Вот, например, масляные маски. Делают девушки, масляные маски – это падение волос. Одни говорят, что нельзя маслом пользоваться в этот период, если волосы выпадают. Другие говорят, нормально, если там это, к примеру, перцовая какая-то маска. Вот что ты скажешь? По поводу масок на ходе. То есть, маски, которые органические? Ну да. Алифковые, вот это вот все. Да, да, да. Луковые. Не слышу сейчас. Ты меня сейчас слышишь? Сейчас именно конкретно? Ау! Вот сейчас не слышу. Ты меня слышишь? А видишь меня? Пропало, пропало. Так, вот так. Меня видно, слышно? Бог мой, мы теряем связь. Все пропало. Боже мой. Я не знаю, что делать. Такие ситуации. О, теперь слышно. Вот и появилось? Все хорошо? Да, да, все хорошо. Ой, фикарно. Да, слушай, Стас, я говорю про органические маски, которые наносят на корни головы. Именно масляные. Вот как здесь ими пользоваться? Вот пока ты сидишь на карантине, да, вот я, например, просто беру там, думаю, маску сделаю на голову, а вот что вот конкретно не рекомендуется наносить? А это просто перевод продукта. Оно никак ничего не делает. То есть, почему ничего вот такие маски никакого смысла с собой не несут? Все очень просто. Молекулы очень большие, и они не могут проникнуть в структуру волос, поэтому они только на поверхности, то есть, дают визуально какое-то... Вроде как бы мне хорошо, но по факту со следующим мытьем все опять же смывается, и никакого эффекта не будет. Маски, которые придуманы компаниями, то есть, которые именно волосами занимаются, они специально делают, подгоняют компоненты, молекулярный вот этот уровень, чтобы проникало в волосы и как-то реконструировало, восстанавливало, более сияющими их делало. Поэтому с масками тоже тут не все так просто. Ага. А что ты скажешь по поводу перцовых и луковых масок, которые разогревают кожу головы и якобы вызывают такой прилив крови к луковицам? Нету никакого прилива. Я гуманитарий. Не-не-не, такое делать лучше не стоит. Сожжете просто кровь. То есть, даже там, если это слабое такое, слабое тепло, вот оно приливает... Ну, слабо сожжете. Ага, даже так. Да, это не рекомендуется. А что бы ты порекомендовал для ухода вообще? Для ухода? Да, вот маски, к примеру, если не на корне. На самом деле, сам список довольно-таки небольшой. Главное, это правильно действовать. И этот будет эффекта гораздо больше при правильном применении, нежели это вот у меня много всего, я буду все использовать, и все будет хорошо. На самом деле, все начинается с шампуня. Мыть... Многие могут волосы. На самом деле, мыть не волосы нужно, а кожу головы. Вы очищаете в первую очередь кожу. Пик, который образуется вследствие эмульгирования волос, эмульгирования кожи, да, ее хватает, чтобы очистить сами чешуйки волос. Поэтому мыть голову нужно небольшими порциями шампуня. Два раза. То есть, первый раз обычно тренится плохо, поэтому вспениваем как можно больше покрывающую способность головы. смываем, и второй раз уже дочищаем то, что у нее очистилось первый раз. Все, шампунем и промыли голову. Это все нужно слегка теплой водой делать, но не горячей. Горячая она иссушает, то есть волосы немножко портят. Это нежелательно. Промыли шампунем. Что у нас опять со связью? Промыли шампунем. О, все. О, все, пошло. Привет опять. Так, смотри, я потеряла связь на моменте с температурой воды. Да, горячей не нужно, слегка теплой. То есть промываем второй раз голову, да. Волосы мокрые у нас остаются. Поэтому прежде чем наносить бальзам, и тем более маску, волосы желательно промокнуть полотенцем, чтобы они были влажные, но чтобы с них не текло. Просто если волосы будут мокрые, с них не будет течь, чешуйки закрыты в этом состоянии, и ничего, ни бальзам, ни маска, ничего не сможет туда проникнуть. Это будет работать. Соответственно, с потоком воды это все смоется. И, соответственно, эффекта никакого не будет. Поэтому промакиваем полотенцем, берем небольшое количество бальзама, там вот такие вот есть масочки маленькие, бальзамчики. Вот у нас тут масочка тоже есть вэловская, вот специальные подарочки. Берем небольшое количество в руках именно, растираем желательно, чтобы максимальную площадь сразу же покрыть. От середины по концам промазали, взяли гребень бабушкин большой, за большими зубьями редкими. И не нужно прочесать ни в коем случае. Вот многие еще сушат волосы, да, вот, спасибо мне, вот принесли. Вот такие, примерно, расчесочки. Очень шикарно будет в руках. Распределили более-менее равномерно. Подержали бальзамчик секунд 30. Маску минут 10, но маску можно прям каким-нибудь не металлическим, а пластиковым зажимом или крабиком заколоть, чтобы они, ну, на остальное тело там подушник попадали, не смывало все, да, чтобы хоть маска хотя бы работала. Маска от бальзама, в принципе, отличается. Есть, конечно, такие сильные отличия, но, по большому счету, если вы маску подержите 30 секунд, она отработает просто как бальзам, как ежедневный уход. Ну вот, если же дольше держать, то она уже глубже проникает и сильнее начинает работать, реструктурировать, то есть восстанавливать. Очень много косметики производит. Так. Вот. Смываем это все в бальзамчик. Идем сушить волосы. Отсушите сначала волосы просто без расчесок, без ничего, чтобы не портить структуру, потому что многие начинают сразу же расческой прямо по влажным волосам. Вы открываете чешуйки, вы делаете волосы ломкими. Это... Мы сами куём в своё несчастье. Ну это да. Поэтому желание отсушить их, и только когда они где-то процентов на 90 сухие, тогда можно уже начинать прочесывать. В этом случае вы меньше вреда нанесёте. И опять же, после этого многие там... Вот у меня типа пушистые пористые волосы, и я пользуюсь утюгами. Да ради бога. Вот они высохли на 90%. Возьмите термозащиту, пройдитесь по волосам термозащитой. После этого уже можно утюгом. Но чем максимально более сухие они, тем лучше утюг отработает. Он меньше вреда нанесёт. Просто когда вот ноги начинают жарить этим утюгом, и пар идёт, это вы варите белок, который внутри волос. То есть волосы более сухие станут. Вот. Поэтому термозащиту использовать надо. Всё, этих достаточно будет. И будет волос идеально и хорошее. А что ты скажешь вообще по поводу утюжков, плойек и остального? Вот насколько сегодня... Просто раньше, например, эти утюжки-плойки, они были сделаны довольно кустарно. Особенно я помню, когда появлялись первые утюжки, они были вообще вот просто металл. Сейчас какие-то покрытия пошли. Что-то они как-то... Да, сейчас другие уже компоненты используют. Уже ионизация идёт. То есть очень много... В этой сфере индустрия продвинулась очень далеко. То есть, в принципе, можно пользоваться всем, но в меру. И для этого термозащита обязательно. Потому что здесь уже идёт непосредственно... То есть если горячая струя воздуха от фена, там хоть какое-то расстояние идёт, то есть оно ещё остужается, то здесь непосредственно сразу горячим металлом прямо в волосах вы портите всю структуру. Вот. Следовательно, и почему-то термозащиткой побрызгали, всё, можно работать. Пусть дымится, но дымится, это будет испаряться сама термозащита. Но уже не сами волосы, не сама влага в волосах, не полезный компонент. Получается, термозащита – это не бесполезная водичка? Не-не-не-не, это, конечно, там и масла как раз-таки есть, всё есть. И волосы более гладкие становятся. То есть есть даже термозащита, как несмываемый кондиционер. Многие уже с утра вот идут на работу, а времени нету на вот эти вот все процедуры. Пожалуйста, шампунь им голову помыли, вышли из душа, полотенце, волосы как раз влажные будут. Взяли двуфазный, и есть кондиционер несмываемый. Встряхнули, нанесли, всё, волосы шикарно уже будут прочёсываться. А вот ты сказал про меру, что нужно всё делать в меру и с термозащитой. Какая мера в использовании утюжка форекс-зампл для волос? К примеру, ну опять же, есть тонкие волосы, есть толстые волосы, нормальные. Температура опять же. То есть на жёстких волосах можно по максимуму, на тонких волосах максимум 150 градусов выставлять, не больше. То есть больше уже будет кубительно, уже будет иссушать волосы. Понятно. Ну, знаешь, ещё, короче, такая тема горячая, довольно-таки. На карантине появилась шутка, что блондинки до конца карантина не доживут. Вот про блондинок, как им дожить до конца карантина? Вот ты сказал про рецепты, что ты делаешь вот эти вот классные штуки для своих клиентов, но если, к примеру, это вот там однотон, такой тёмный оттенок, я могу представить, но блондинкам надо же им извернуться и прокрасить корни те же самые. Здесь как раз двоякое получается. Возьмём два типа блондинок. Так. Хуже будет тем, кто тотал прямо вообще. Вот корни осветляют каждые два месяца вот порошочком и тонируются. То есть здесь у них проблема. Особенно если она, примерно, где-то в начале марта последний раз осветляла корни, и вот сейчас пришло время эти корни красить. Но никак. То есть сама она не сможет. Даже если она сможет, предположим, у неё вот только такие тёмные волосы, но она вот прям до белого осветляет их, и наносит она, и кто-то, допустим, я, высылает порошок с оксидом, который максимально будет похож. Но если она, ей нужно это будет настолько аккуратно нанести, либо кто-то должен нанести, чтобы не залезть на ранее осветлённые, потому что у неё будет короткая стрижка. По итогу. Порошок дважды на одних тех же волосах. Будет либо полоса совсем утрированной, ну, такая, если она холодным тонируется, то вот эта полоса будет прям черничная. Ну, вот. Да, либо отвалятся. То есть лучше, конечно, чтобы они хотемнели, но скорее всего они отвалятся. Ну, вот. Вот им будет плохо. Те, кто всякие делает air-touch, шатуш, то есть растяжки цвета, хотя бы даже от корня, им, в принципе, ничего не грозит. Вот как раз-таки таким девчонкам мы отправляем. Просто тонирующий краситель, очень мягкий, который освежает цвет. Потому что это самое экономичное всё-таки окрашивание, считается. И коррекция там примерно раз в год. Кто-то любит, кто поближе к корням, там, раз в полгода осветления. Поэтому 3-4 месяца им как бы расплюнуть. Наоборот, чище получится цвет, сильнее глубина цвета, то есть более рельефное получится окрашивание. Вот им как бы как раз-таки нормально. А вот тоталу не очень. Ну, и даже если сейчас она потерпит, не будет корни осветлять, допустим, до конца июня салон они откроют. Не надо такое вообще, не надо. Ну, да. Я тоже, это страшно, это страшно. Вот она просидела 3 месяца. Соответственно, корни примерно отросли на 4 сантиметра. Даже топовый мастер какой-нибудь там, бог с ним, там, 40 тысяч она отдаст за это осветление, он не сможет сделать идеально ровный. Прям тотал. То есть это уже безвозвратно, да? Если вот что-то не так прокрасить у блондинки. Да, у неё это как бы будет тяжело. Не, ну, можно будет установить, но она ещё и денег отдаст, ещё больше, чтобы хоть как-то эту структуру восстановить. Это сейчас всё возможно. Есть различные, то есть джойка, допустим, есть для тотал-блондинок, шикарное средство, как бы делается в салоне, но там за час вам, грубо говоря, всю структуру волос восстанавливают. Внутренний белок. А такое вообще можно? Это реально? Да, я это увидел этой весной, я как бы увидел эффект, и у меня есть клиентка, который любит тотал, прям вообще белый, и у неё на макушке вот такие волоски, хотя сами волосы до лопаток, ну, не отваливаются, просто летят сухие волосы. И вот сделали ей джойкой, как бы шикарно просто. Действительно, волосы крепкие стали, вот растягиваются, как волосинка, знаете, растягивается, а потом обратно возвращается. У блондинок, которые прям пирогидрольные, у них они просто рвутся, эти волосинки, а у неё вот они стали как раз-таки прям чёткие. То есть визуально... Слушай, а сколько держится эффект? Извини, я тебя перебью. А всё там восстанавливает, и всё можно опять осветлять, и опять убивать, и опять восстанавливать, то есть там можно играться как хочешь. Весь шикарный. То есть это как классическая хирургия? Типа того, да, то есть там искусственный белок, то есть вот цепочка вот эта вот как ДНК, вот так же вот эти связи, они рвутся в волосах. И джойка, она внутри восстанавливает эти пустоты. То есть визуально, в принципе, там минимум видно, там именно заметно по ощущениям, сам человек чувствует. То есть там работа внутри, там на работе не снаружи, как многие вот эти. Я почему не люблю ботексы, вот эти ламинирования, но это косметический, это просто косметик. Это, в принципе, красиво уложил, высушил, вытянул волосы, вот, пожалуйста, тоже самое ламинирование. А вот это как бы оно за собой не несет ничего. Когда только-только ламинирование появилось, это было лет восемь лет назад. О, это давно было, да. Да, да, да. Вот первое ламинирование, это было типа целлофана. То есть у меня даже клиентка ушла как леопард. Она пришла блондинка, она попросила потемнее, там на три, по-моему, тона, насколько я помню. И я говорю, да не вопрос, сейчас затонируем. Начинаем тонировать, все вроде хорошо, смываем и все. И у нее, то есть это целлофан, берем, кладем волосину в этот целлофан и прижигаем утюгом. Соответственно, если помнится, да, такие вот мебель, там пульта телевизора, вот на них тоже такой целлофанчик был, и вот он такими дырочками появлялась, сходил как бы. Вот на волосах то же самое. Где-то сошел целлофан, где-то не сошел, соответственно, где-то краситель попал, где-то нет. И она вот вся такая, пятнышками красивая была. Это ужасно, конечно. Она была блондинкой. А стала трехцветная. Это уже как-то, ну, можно вывести или нет? Или как? Что с этим делать? Это уже, конечно, не целлофан, это было тогда. Мы тогда прям стойким красителем закрасили, и вроде нормально стало. Не знаю, правда, что у нее там через 5-6 помывок произошло, но в салоне было все прям четенько. Ага. Еще раз, как называется эта штука, которая восстанавливает волосы блондинка? Джойка. Джойка. Я себе запишу. Джойка, оно салонная процедура, как бы в среднем, там, от 4-х, там, по-моему, до 6-ти тысяч, что ли, оно, ну, по салонам. Есть шампуни у них, но шампуни там, как бы, это как премиальный бренд, бренд идет американский, все-таки, так сказать, марка американская, и у них, в принципе, очень-таки дорогие, но качественные шампуни, то есть по запаху аллергикам подходят, очень классно. Да, это классно, это хорошо, конечно. Я слышал о ней, но вот столкнулся впервые вот этой весной, и мне очень понравилось. Угу. Слушай, а вот бренд Олоплекс, например, вот они очень себя классно, жестко продвигали, что Олоплекс, она, он так восстанавливает волосы, особенно блондинкам. Вот от себя хотела спросить, что ты думаешь по поводу Олоплекса? Честно? Да. Олоплексы, Велоплексы, все вот эти плексы, я ими не пользуюсь вообще. То есть я попробовал, честно скажу, два раза. Это когда только-только появилось, и все. И на этом, как бы, я сказал нет. Почему? Ну, возможно, там несколько причин, одна из них, как бы, не столь существенная, да, но если добавлять плексы в обесцвечивающий продукт, он понижает процент оксиданта. То есть если мы берем шестерку, вот нам нужен хороший чистый блонд, на шести процентах я знаю, что он вывезет. Он не вывозит, он сразу же в половину. То есть он делает, как три процента, и в итоге, по истечению времени, она у меня желтая. Я не понимаю, почему. Ну вот, занижение процента это раз. И после использования плексов, даже если тонирует в холодный, все равно желтизна потом выходит. То есть он желтит. И многие мастера от этого отказываются, потому что не могут сделать чистые цвета именно за этой проблемой, потому что желтый вылезает. Желтый никто не любит. Желтый. Слушай, ну а есть же классные желтые оттенки. Вот я, всегда для меня была загадкой, почему, например, желтый цвет всегда вот как-то вот желтый, фу, желтый, а он такой классный, пшеничный. Почему не любят желтые оттенки? Есть хорошие оттенки, красивые, золотистые, то есть есть бежевые золотистые, есть шоколадные, то есть, ну, шоколад, конечно, его нету, в принципе, в блонде, потому что вот какого-то определенного уровня уже идет. Вместо шоколада бежевый он называется. Ну и вот. И эти, как бы бездумно нельзя красить золотистый, то есть холодный, вот блонд, да, золотистый, его тоже бездумно нельзя, иначе он может стать просто холодным, утрированным холодным. То есть вроде красишь теплый, а он холодный. То есть здесь уже нужно знать колористику, это нужно пройти опыт, много семинаров нужно посетить, чтобы это понять. Ну и вот. Но я люблю золотистый. Сейчас в моде тем более шоколадные, теплые оттенки. Вот этот 2020 год уже холодные оттенки, все вот эти вот кастрюльки, вот это вот все, вот серость вот эта вся, фиолетовая, цена ушла, да, в периферию. Ну вот. На всех подиумах сейчас золотистые, шоколадные оттенки. Пожалуйста. Я уже всех перевожу. Ты, кстати, крутые штуки делаешь, я снижу за твоим инстаграмом пристально, как ты работаешь, ты крутой. Вот. Еще тебя... Да, я хотела спросить тебя по поводу еще таких, вроде как их называют бытовые красители, которые краски продаются в магазине. Да. Вот зашквар. Это не очень хорошо. Почему? Во-первых, от того, как люди это делают, как красят. То есть я уже не одну клиентку из черного вывел такого. А, вот. Возможно, видели, да, наверное, вот идет девочка, у нее коричневый корень, а длина черная. Да, 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 да. Еще отлив такой бывает. Либо зеленый, либо коричневый, что-то такое вообще. Изначально она взяла один раз эту краску. Покрасила этот коричневый. Коричневый, если на родную всю базу, вот полностью вся она натуральная, коричневый красивый. Я пропал, да? Я пропал, да. Вот, 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 все слышно, слышно, на связи. Вот. Натуральный баз, красивый. Красивый. Второй раз, она красит корни. Так. И говорит, ну, думает, у меня краска осталась, я нанесу еще по длине. И наносит этот же продукт по длине, соответственно, так как там, это стойкий краситель, во-первых, во-вторых, процент очень большой, так как вот эти бытовые красители, в основном, закрашивают седину, соответственно, там и процент очень большой. и этим же составом она проходит по длине, но этот состав только для первичного окрашивания, только на натуральную базу, на искусственную базу, на косметическую, его ни в коем случае нельзя, иначе, если вы красите в шестой уровень тона, у вас автоматически получится еще и третий уровень тона, то есть теплее в два раза. И плюс там содержание железа немаленькое в этих красителях. Вы просто иссушаете, пропадает блеск, пропадает сама вот структура, она становится как войлок, волосы. Ну, пакля. Волосы портят немножко такой краситель. Профессиональный краситель, он чем лучше? Он мягче. Ага. То есть один и тот же тюбик краски можно по-разному интерпретировать. Многие, допустим, бренды уже перешли на такой, практику такую, то, что специально выпускают оксиданты для стойких красителей. Именно оксиданты, чтобы тонировать волосы, освежать цвет, чтобы мягкие делать переходы. То есть уже, потому что вот в Элле, предположим, в тонирующем красителе мало оттенков, и уже не хватает этого, чтобы творить что-то новое, свежее создавать. В стойком красителе весьма обширная палитра. Почему бы не использовать? Поэтому мешает все между собой, но именно нужно понимать, что ты делаешь. А какие бренды ты бы посоветовал? Именно из салонного, например, из салонных красителей? Все бренды хороши. Так. У каждого есть сильная сторона, и даже есть слабая сторона. Это у любого бренда. Честно, даже некоторые бренды сами признают это. Вот. Что касательно обесцвечивающих порошков. Для меня за 10 лет пока что самый топовый это Голденовский Силклик. У них 4 порошка, и они с маслами, то есть с добавками. А он обесцвечивает классно. Он дает сразу же направление цвета, которое тебе только нужно будет просто краску положить и все. И уже не нужно ничего нейтрализовывать. То есть хочешь холодный, крась холодный порошок. Сильно обесцвечивай. Восьми сильный. Пришли тонкие волосы. Джентл, пожалуйста. Очень мягкий порошочек. Все. Это 4 баночки, но они из одной серии Силклифт. Но для разных типов. В тонировании волоски мне очень понравился Иллюмина. Шикарные цвета, то есть действительно светящиеся. Редкин Шей Цикью, который очень многие все любят. Но если только на сухие, потому что на влажные волосы сколько я не тонировал, ну 3, там 5 помылок, а они заявляют 20. И он смывает через 3-5 помылок. У меня клиенты приходят. Это больно. Это больно. И я такой, ценник там в принципе немаленький у этого красителя, но он смывается. И я все-таки докопался, вот говорю, вот почему вот так? Объясните мне. Они говорят, ну надо наносить на сухие. Я говорю, ну и нормально. Это получается, если ты тонируешь в среднем 30-40 грамм краски, то тут нужно 80 грамм, чтобы на сухие нормально, и тогда будет 20, по-моему, держаться. А это расход большой. Это сразу же у вас тонирование там, ну в два раза увеличивается. Вместо там 3-4 тысяч, соответственно, 8 тысяч. Но каждые два месяца за тонирование это слишком жирно ждало. Ну это да, это дороговато. По седине, там опять же работа с сединой в Велле мне, пока я не нашел ни одного, честно, ни одного родителя, кроме Веллы, который на 100% закрашивает седину и дает холодный оттенок красивый. Это пока вот Велла. Это вот тут, честно, сколько я пробовал, ну все равно либо бликует, либо красным отливает, как бы холодный, вроде наносишь синий, прям холодный, ядреный, холодный оттенок, темный вот, ну примерно меняет цвет, а он все равно проблекивает седина. Вот такое я не люблю. Я люблю это закрыть, то закрыть, но при этом натурально. Слушай, у меня такой еще вопрос. Стоит ли бояться краски эстет? Ну, честно сказать, я не пользовался, я не знаю, но ко мне приходили люди, которые пользовались, и я видел эффект. Здесь я не могу говорить что-то плохо о красителе, потому что здесь, вероятно, не краситель, а человек, который это наносил, не знаю, мастер это или так, в домашних условиях, возможно, от незнания он нанес. Красить можно всем, чем угодно, лишь бы были знания, опыт, тот же самый. Вообще, становится, хуже бренд, когда он выходит в масс-маркет, когда он переходит из салона в магазин. Такого не может быть, потому что у каждой марки есть как салонный, то есть профессиональная косметика, также специальная линейка бытовая, то есть они, допустим, что-то новенькое выходит с профессиональной косметики, какая-то обновленная формула или еще что-то, и годика через два вот эта формула, ну, спустя два годика, она отправляется в бытовую краску. То есть есть у Велга, пожалуйста, там профессиональная линейка, есть бытовая, то есть это я неоднократно видел в ленте, там в окей, в тот же самом. У них просто устаревшая формула и немножко более агрессивный краситель, потому что его чаще всего используют не для красивого цвета, а чтобы седину закрасить и недорого. Слушай, вот я правильно понимаю, что вот когда формула устаревает, получается, у бренда, она уходит в масс-маркет. Да. А салонная уже остается уже новая, то, что получше, то, что более щадящее для волос. Вода обновляют формулы, что-то добавляют, какие-то новые ингредиенты, но действительно я замечаю, за 10 лет краситель более мягкий становится. То есть реально мягкий. У вас сам более щадящее. Но при этом настолько же действенный. Ага. А безаммиачная краска, есть ли у нее действительно преимущество? Это бред. Это честно. Мы даже на семинаре, вот, ну, я не буду говорить бренд. Хорошо. И технолог говорит, вот у нас краситель без аммиака, можете увидеть на тюбике, и все. Мы такие, но вы вот врете. Он говорит, нет, вот на тюбике написано. Мы говорим, да, на тюбике написано, но вы же не просто красителем красите волос. Вы еще не добавляете оксид. Соответственно, что происходит? Ведь без аммиака никак не покрасить. Это все-таки химическая реакция. Они такие, ну, вот, да, вот, при, как только реакция вступает оксидант с красителем, чудесным образом появляется аммиака. Есть красители, которых, якобы, они говорят, аммиака нету, но есть производная аммиака. Там какой-то, я не, ну, сейчас можно покопаться, спирт, спиртосодержащий какой-то. Вот он очень похож на аммиак. Все то же самое. Да, написано одно, по факту, это другое. Это просто паркетинг на алипоте. У меня еще, у меня к тебе столько вопросов, вообще появляется по ходу нашей беседы. Меня, помню, мне делали смывку марка Экёна. Ага. У меня волосы тонкие, в принципе, многострадальные, в общем, дело такое. Я понимаю, что после смывки мои волосы превратились в мочалку, то есть я вот так касаюсь, и это просто, я была в ужасе, я говорю, что, что произошло? Потом меня закрасили другой краской сверху тоном, получается, сделали смывку, покрасили тоном. У меня, правда, волосы стали баклажанами потом, но когда я сказала, ребята, что-то пошло не так, мне заметили, Кёне, это лечебная марка, она не может испортить волосы, она может волосы только вылечить. как-то странно вылечили. Что-что? Как-то странно, получается, вылечили. Вот странно, да, а вот Кёне, это действительно, вот по твоему мнению, такая марка, которая лечит волосы. И есть ли вообще такая краска, которая волосы лечит? Нету. Нету, то есть это вот всё блеф маркетинговый. Она не может смывкой, вообще смывка, она мягкая, ну, жёсткий, да, агрессивный всё-таки это продукт, но он мягче, чем порошок. То есть, если пришла девушка, у которой, допустим, там чёрные полосы в перемешку с какими-то баклажановыми, то есть, как бы неоднократное, там, неумелое окрашивание и там прям такой разнородный, получается, с полотном волоса. Вот, эффектнее, если использовать сначала смывку, потому что, если изначально сразу же её порошком намазать, то она станет кирпичная. А смывка, она вытаскивает самые въевшиеся пигменты, поэтому мягче отрабатывает. У меня клиенты, в принципе, то есть чёрные уже стоят, ну, где-то месяц за 4, я скажу, 100 в год прямо. Ну, это 4 месяца. Без потери качества волос. 4 месяца, слушай, вот я это даже запишу, что 4 месяца. То есть, подожди, а если там за 2, за 3 раза? Ну, волосам же тоже нужно отдавать отдыхать. Поэтому первый раз вот мы вычищаем, как только вычистим, да, соответственно, у неё бывает, если она там месяц назад красилась в последний раз, то у неё всего лишь сантиметрик нормальных волос, остальное всё там, всё темнее и темнее. Поэтому всё начинается с концов, чтобы концы не отвалились у неё. Концы сначала открепляются, вычищаются, можно смывкой, это до 2-3 раз за раз. Легко. Вывести, допустим, ну, чуть светлее, чем у меня, можно за 1 раз вывести, затонировать его тоже в натуральный, красивый. В следующий раз она приходит, уже можно что-то сделать, какие-то, что-то вроде голодняжа можно сделать, чтобы повыше поднять вот это осветление. И уже на третий раз можно легко там AirTouch надувать прям чуть ли не под самый корень. И будет тот хороший, чистый. Да, вот это откровение для меня, если честно. Потому что, сейчас, знаешь, в Инстаграме я заметила много рекламы, там, когда сторис листаешь, ещё что-то. Заметила, меня слышно хорошо, да? Я заметила каких-то новых косметологов, которые делают очень кривые губы, вот прям, ну, очень вот такие пельмени. Боже мой, я от этого устала. И вторая катерия, которую я заметила, это по рекламе, пикмахеры, которые выводят из бытового чёрного за, там, пару-тройку раз. И мне всегда было интересно, вот, насколько это, ну, они показывают, как его, вроде бы, как хорошее полотно, но меня всегда настораживает то, что проходит очень, ну, два-три раза из чёрного, из бытового. На меня это не всегда было понятно. Вот. по итогу я хотела, в общем, спросить, лечебный, по-тройку разу. За один раз можно вывести, допустим, да, но само качество волос, какое будет, это уже не покажут, допустим, они просто высушат, вытянут эти волосы, на картинке красиво, а если их просто потрозят, какое они состояние, это тоже вопрос. Так, хорошо. Получается, ещё последний вопрос по этой теме. Салонное восстановление волос. Миф или это круто? Ну, вот, ты назвал одну, а последний. Ну, пока что, всё время, я вот только увидел одну компанию, которая действительно искусственный белок вносит в волосы. Остальное всё, что я видел, это косметический, просто косметический эффект. Кератиновое восстанавливает, боток для волос, ламинирование. Кератин, вы знаете, что когда кератин появился, там порядка 300 компаний закрыли сразу же. Формальдегид? Да. Из-за формальдегида. Я не делаю кератин, вот честно. Вообще не делаю. То есть, я вот делал, ну, 3-4 раза и не понимал, почему у меня слёзы идут. То есть, вроде запах карамельный, да, но у меня просто ручьём идут слёзы, я не понимал, у меня аллергия, я не могу дышать вот этими испарениями. Прямо до слёз как? Ну, просто стоишь, вроде вот тянешь, а почему-то вроде ты не ощущаешь этого, смотришь в зеркало, а у тебя просто ручьём идут слёзы. Но я этого не знал, что у меня слёзы. Я посмотрю, что там мокренькое, думал, вспотел. Какая-то дичь. Да, вот настолько едкое получается там испарение, что у меня вот слёзы потекли. Смотри, знаешь, кератин мы отбрасываем сразу. Ботокс для волос. Не очень люблю. Почему? Ну, я не вижу в нём ничего, вообще ничего. То есть, проще дома ухаживать, там дешевле будет даже затонироваться, просто затонироваться мягким красителем, потому что ботокс мы посчитали, мы всё считаем. Я практик, но главное, чтобы эффект и клиент потом не говорил, что там, а, что-то плохо, ещё что-то. Мне вот по максимуму, за сумму какую, он выложит. Вот, тонирование держится в среднем 20-25 помывок при правильном уходе. Это любая вам компания скажет, и это действительно факт. Потому что на любом тюбике будет написано 20 до 25 помывок. Но никто не скажет вам, что это при условии использования их шампуня или бальзама для окрашенных волос. Ну, вот это хитро, это хитро, это хитро. Да, это всё, это в принципе в нашем мире давно тот же самый, мы там любую марку машин возьмём, да? Тойота, там, Матсубис, там, без разницы. Изначально в машине пробег 100 тысяч, ну, гарантия, или 3 года, что наступит быстрее. Но, если вы едете в какой-то сторонний сервис делать ТО, у вас гарантия слетает. здесь всё то же самое, вам делают крутой цвет в салоне, там, Голдвелл, будь то там, Редкин или еще что-то, вы идёте домой, у вас там дома какая-нибудь Сиберика или Сиос, вы моете четыре раза голову и цвета у вас нет совсем. То есть, даже если он для окрашенных волос? Да. То есть, вы учтите, когда вы краёте в салоне, вам желательно покупать уход. Можете это в салоне приобретать, там, где краёте, можете где-то в интернете заказывать, но желательно одно, одно из трёх, либо вот, ну, маска, в принципе, это как доп, но обязательно, либо бальзам, либо шампунь, лучше шампунь. Этой марки, этой марки, которая красит. Да. В этом случае у вас цвет будет дольше держать. Похоже на какой-то на самом деле маркетинговый ход очень хороший. Нет, я сам это не видел. То есть, я красил не одним, как сказать, не одной маркой. То есть, пять, шесть, по-моему, даже семь марок, которые я могу сразу назвать, которыми я пользовался, в разных салонах, где я много где работал. Вот. И по факту я видел этот результат, когда смывается быстрее, я специально с клиентами, у меня есть клиенты, которые уже там десять лет ходят ко мне. Вот. И многие, которых я уже семь лет крашу, это сто процентов. Вот. И мы с ними проводили эксперименты, да, они мыли другими шампунями, мыли этими шампунями, то есть, каждый эксперимент уходил по полгода. Ничего себе. Ну, это какая-то... Я уверен, действительно. Марки подсаживают клиентов на иглу вот своего бренда. Не совсем подсаживают, они... То есть, краситель – это молекула. Она заносится в волосину. Так. Вымывается с помощью воды или ветра, или все, что у нас на улице происходит. Вот это все. Плюс наша вода с железом классная. Ну, и вот. Домашний уход, там содержатся те же молекулы, которые в красителе, которые поддерживают жизнь вот этих молекул от вымывания. То есть, есть еще краситель. У него тоже двухсторонняя история. То есть, кому-то он очень нравится, мне вот нравится. При правильном использовании мне он нравится. Кому-то вообще не нравится. Кто-то говорит, что сушит краситель Иллюмин Голдоловский. Пока что это за 20 лет и за 20 лет. Это единственный краситель, который построен не на основах химии, а на основах физики. То есть, это физический продукт. То есть, он делает блеск изнутри, волосы реально сияют. Волосы плотнее становятся. Но если чаще, чем раз в полгода его наносить, он прямо иссушит волосы в ноль. Так, еще раз, еще раз. Вот здесь немножко. Если чаще, чаще, чем раз в полгода, он иссушит волосы сразу же. Так, почему? Еще раз. Это очень необычный момент. Он кислый продукт, он не щелочной. Он кислый, как шампунь, как все. Но у него молекулы гораздо меньше, чем в красителе. Они проникают максимально глубоко в волосы, соответственно, могут так же вымыться. Там он состоит из двух фаз, как бы вторая фаза закрывает это все полностью, как цементирует. Ну вот. И он схож с лимонным соком. А-а-а. По составу. Все, лимонный сок это, конечно, да. Вот лимонным соком блеск будет шикарный, но волосы будут сухие. Угу. Понятно. Слушай, еще такой вопрос. Ламинирование тоже что-то вот нет. Нет. Лучше затонироваться. Лучше затонироваться. Так, хорошо. Можно бесцветный краситель, все, но он все равно 20 помывок продержится, а вот эти все ламинирования ботокса примерно ценник тот же самый, да, но держится меньше. И смысла вот переплачивать я не вижу, честно. Вот это мое мнение. Угу. Хорошо. Так, потихонечку подходим к завершению нашего эфира и последнее, о чем я тебя хотела спросить. Курьезные случаи из твоей работы? У тебя, мне кажется, они есть. Последние? Конкурсы можно? Так, слышно меня? Хорошо, я не пропадаю? Курьезные случаи из твоей практики, к примеру, недавно. Вот что, чем тебя клиенты удивляли вообще в последнее время? Удивляли? Да меня удивляют запросами. Например? Ну, приходит девушка, вроде как бы волосы, ну, достаточно длинные, но я не думал, что настолько длинные. То есть, у нее вот заколка, как карандаш в голове, вот эти вот. Два карандашика, грубо говоря, в голове. Она вытаскивает карандашики и волосы падают на землю, сидя в кресле. В смысле? Накладные? Это как бы натрески? Не-не-не, у нее свои. Просто она сидит в кресле, она распускает карандаш, и волосы просто падают на землю. Так. Настолько длинные. А, все, я поняла. И что она хочет? Короткую стрижку, как у меня. Ой. А она потом волосы отдаст куда-нибудь там на продажу, еще что-то. Она хотела это, но как бы я сначала растерялся, там как бы минут 10 походил, как бы подумал, надо ли мне это или не надо на себя грех брать. Ну и вот. И потом подошел, она сказала, да я пошутила, мне так, кончики сантиметрик постриги. От таких шуток, мне кажется, может приступ случиться сердечный, конечно. Ну как? Я могу любую стрижку сделать, но мне нужно хотя бы тоже морально подготовиться, потому что я понимаю, что здесь ни два, ни три, ни пять лет, тут гораздо больше труда вложено. И к этому, ну, я готов это состричь, но нужно хотя бы морально подготовиться. И как только я вот подошел к этому моменту, что да, да нет, я пошутила. Да. А еще что происходило? Давайте в один случай. В конкурсах было тоже. То есть, все знают, наверное, что такое Невские берега. Да, да, это, я так понимаю, мероприятие, где соревнуются. да. В последнее время, конечно, последние два-три года, оно такое совсем на нет сошло, то есть совсем ээ. То есть, до этого оно было в СКК, то есть, сцена была на весь СКК, грубо говоря, как на Олимпиаде, то есть, ты мог выступить, да, там огромная сцена на 300 зеркал, то есть, куча мастеров, огромный пьедестал, то есть, действительно, все круто, и на тебя вот вся трибуна смотрит, ну, не одна тысяча человек. Это была самая крупная выставка, это действительно завораживало, страшно было подниматься туда. Ну, вот, и я, когда без опыта, там, третье место в юниорах, третье место в юниорах, взял, без опыта работы, мне так, ну, заинтересовало это, и следующий год я не мог никак выиграть, то есть, там, даже, ну, выступал, да, но мечтал всегда о первом месте хотя бы или подняться на пьедестал, ну, вот, и спустя год, в следующем сентябре, то есть, в сентябре я получаю юниорах третье место, и на следующий сентябрь я выступаю, там, через день, по-моему, награждения, я еду на награждение, мне звонят, говорят, это, ты чемпион, я такой, в смысле, они говорят, ну, у тебя как бы гран-при, ты выиграл и по укладкам, и по стрижкам, и как бы, у тебя первые места, ну, ты где? Я говорю, а я еду, то есть, всегда, ну, сколько там, два-три раза я был, мужских награждали вечером, они решили почему-то именно в этот день наградить с утра, ну, как с утра, днем, а я проспал в свое награждение, в свое первое чемпионство, самое такое золотое, вот, и с тех пор так и пошло, все свои награждения, почти просыпал, либо там, опаздывал, я уже бежал в зал, когда кричали мою фамилию. Слушай, ну, ты же успевал, получается? Ты успевал? Ну, как бы как, на последних парах, закрывался, летал, я говорю, разойдитесь, подвиньтесь, в мое место, кто-то хотел просто встать пару раз. Ну, это же классно, это реально круто. Да, как бы, хотеть чего-то, и оно вроде приходит, а ты, ну, как бы, ну, так оно, значит, и должно быть. Я считаю, если что-то происходит против воли, значит, так и должно быть. Согласна с тобой полностью. Спасибо тебе большое за то, что ты уделил мне время. Вам спасибо. Это действительно плодотворное время сегодня с тобой в беседе, потому что я много для себя узнала, на самом деле. Вот. Можно будет еще один раз пообщаться. Да, да, согласна. Вот. В общем, береги себя. Я надеюсь, что все обойдется, что 12-го числа начнут все открывать. Потому что без стилистов, без поликмахеров, ну, очень плохо. Очень плохо, если честно. Вот. Хорошего стилиста. Что-что? И нам без вас плохо. О, это взаимно. Все, хорошего вечера, обнимаю, до связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok